Друзья, всем привет! 19 число. Как я и говорил, мы в Москве сегодня на съемках новой программы РЕН-ТВ, которая так и будет называться «Гаджеты богов». Как вы догадываетесь, это наша тема. Поэтому надеюсь, что мы через эту программу расскажем об этой крайне важной, крайне интересной теме гораздо более широкому кругу людей. А вы наблюдаете, смотрите эту программу, вопросы прозвучат интересные. Надеюсь, что у меня будет возможность на них ответить достаточно развернуто. И тогда и люди много интересного узнают, ну и в нашем полку прибудет. Поэтому всего вам хорошего, хорошего дня. День сегодня прекрасный. А мы буквально через несколько метров уже заходим в студию РЕН-ТВ. Я прошу вас представиться для коллег. Имя, фамилия, род деятельность. Валерий Михайлович Уваров, Санкт-Петербург, палеотехнолог, член Русского географического общества, исследователь в области палеонаук и палеотехнологий. В Библии описан посох, который вручили Моисею Горги. Судя по всему, это был очень мощный гаджет. Он был не в единственном экземпляре. Подобные посохи были найдены археологами. Что это за предметы? Почему так важен сплав, из которого был изготовлен? Все эти посохи и изображения, несущие информацию о странных гаджетах богов, они имели два плана изучения, использования и объяснения. Во-первых, это жреческая школа, в которой рассказывается о неких технологиях, которые в древности были даны людям богами, так называемыми. Другое направление – это практическое применение. Соответственно, когда работаешь с этими текстами, нужно четко подразделять, в каком контексте идет речь. И если мы с вами, например, смотрим на изображение, которое в основном несет теоретическую информацию, мы можем увидеть некий гаджет странной длины со змеей вокруг. И вот здесь начинается страна интерпретации. Но на самом деле это имеет отношение к неким инструментам, смысл которых сводился к тому, чтобы поставить под контроль скорость течения внутреннего биологического времени. Потому что вообще в мироздании источником энергии и источником поразительных свойств человека является поток времени. И вот тут главное – его внутри сгармонизировать. И вот для того, чтобы сгармонизировать и открыть этот источник, необходимы были особые инструменты. И вот эти инструменты, а их было много, это были и посохи, это были браслеты, это были кадуцеи Ра, или там, точнее выразится, кадуцеи Ба-Ка. Это целый набор, который, по сути дела, если мы его расшифруем и передадим людям как информацию, открывает совершенно новую область в науке о внутренних биофизических энергетических процессах, взятия под контроль которых открывают перед человеком фантастические возможности. В единственном экземпляре был посох Моисея, или все же их было много? Потому что находят разные подобные посохи, и до сих пор непонятно, где же посох Моисея на самом деле. Всегда, без исключения, такого рода инструменты были парными. Потому что в мире все парно. Закон дуальности никто не отменял, и он лежит в основе мироздания. И если, например, на изображении некий посох изображен в правой руке, а в древнеегипетской доктрине правая рука, она олицетворяла энергетический план. Значит, в тексте идет объяснение о чем-то, что имеет отношение к энергетике человека и его интегрированности в структуру мироздания. Если же посох находится в левой руке, то текст практически поясняет, что с этим посохом нужно сделать, чтобы на физическом плане у человека начались соответствующие изменения. Под сфинксом был обнаружен жезл энергии, бога Тота. Что это за гаджет или оружие все же? Как мог использоваться жезл, почему мог пользоваться только бог Тот, а другие боги не могли? Вся история, касающаяся находки некоего жезла знаний или силы Тота под сфинксом, это фейк. Это однозначный фейк. Но если мы все-таки обратимся к древнеегипетским текстам, где действительно бог Тот держит в руках некий гаджет, он напоминает, по сути дела он не напоминает, это и есть кудуцей Бака. Так назывался этот кудуцей именно в жреческих школах. При практическом применении их называли кудуцеи гора. И вот действительно парное, когда в правой и в левой руке этот кудуцей находится, он синхронизирует внутри человека два встречных потока времени. Он синхронизирует вибрации ауры человека с вибрациями ауры Земли. И этот инструмент должен действительно был быть выполнен из двух главнейших материалов, точнее из четырех. Это медь, золото, цинк и серебро. И на изображениях четко показано, что бог Тот держит в правой руке вот этот кудуцей, кудуцей Бака или кудуцей Гора, а левой рукой, то есть на энергетическом уровне, правая рука это энергетический план, а левой рукой он показывает на предмет, который стоит на столе, у египтологов по этому поводу спор. Но коль скоро я занимаюсь исследованием палеонаук и палеотехнологии уже больше 30 лет, я могу с полной уверенностью сказать, что на столе изображен камертон. И вот эти язычки, они настроены на разные частоты, на разные ноты, на разную длину волну. И Тот показывает, что если вы хотите создать гаджет, который на энергетическом плане будет влиять на энергетику и физику человека, он должен быть настроен на биологически соответствующие частоты, резонансы, тогда в человеке происходят определенные изменения. Древние тексты говорят именно об этом. Но коль скоро эти кудуцеи, когда человек говорит их в правую и в левую руку, оказывают воздействие на нейронные структуры мозга, активируя электрические процессы в мозгу, это оказывает очень глубокое воздействие на сознание, на память, на все мыслительные процессы. Поэтому именно этот инструмент, он в руках Бога. Тот-то, Тот-то, это Бог, воплощающий знания, доступ к информационным банкам информации, Тот-то, это, как говорится, египетское все. И вот этот банк данных, эти знания, они доступны человеку только в том случае, если его нейронные структуры подготовлены строго определенным образом. И вот кудуцеи Бака или кудуцеи Гора, они и были инструментом для раскрытия в человеке этих способностей. Все ли могли пользоваться, или все-таки это вот такой мог пользоваться только Тот именно этими кудуцами? С одной стороны, подобного рода инструментом может пользоваться абсолютно любой человек. Но вот эффект от использования этого инструмента зависит, если хотите, на самом деле так оно и есть, от генетики человека, от его предыдущих жизней. Если в предыдущей жизни этот человек занимался энергетикой, лечил кого-то, либо же, ну, такое случается, когда кто-то из наших современников несет в себе ген Хварна, тот самый ген, который был около 20 тысяч лет назад передан людям богами, когда, как говорит библейский текст, они входили в половые взаимоотношения с девами земными. Эта цель не прервалась. Вот у этих людей, кудуцеи Бака или кудуцеи Гора, они будут вызывать фантастические включения, как будто бы завели человека, как будто бы подключили его к электричеству. У него сразу вскрывается память, у него сразу повышается интуиция, там происходят изменения, которые древний текст и называют божественными свойствами. Из-за чего случилась война богов? Кто и с кем воевал? Кто победил в войне? И какие последствия война имела для жителей земли? Какое оружие использовали боги в войне? Можно ли сравнить его с ядерным оружием? Так, поделим на несколько. Из-за чего случилась война богов? Кто и с кем воевал? И как это все-таки отразилось на жителях земли? Солнечная система имеет удивительно интересную историю. И эта история, она достаточно длинная. И для того, чтобы понять, что стало причиной войны богов, необходимо отступить лет на 20 тысяч назад. И вот в тот период, относительно недалекий, как говорит древний текст, и он не просто рассказывает, он еще показывает, что в нашей Солнечной системе было еще две планеты заселенными. Они были заселены представителями цивилизаций гуманоидных форм жизни. То есть это планета Марс, в нашем понимании. В древних текстах она называется Эдем. И планета Тиамат. Эти две цивилизации в свое время объединились. И где-то около 20 тысяч лет назад произошел колоссальный эволюционный технический и научный скачок. Они начали осваивать планеты Солнечной системы в первую очередь. Естественно, Земля оказалась в зоне их интересов. Но далее они начали расширять свои сферы влияния. И вот расширение, когда они уже вышли за пределы галактики, вот тут и начинается противостояние Солнечной системы и большого сегмента галактики. Удивительно в этой истории то, что цивилизация, объединенная цивилизацией Солнечной системы, сформированная двумя планетами, планетой Марс и планетой Тиамат, она же Фаэтон, оказались настолько технически подготовленными, настолько выдающимися, что они не знали поражения в галактике. Почему и началась вот эта война богов, в которой планета Марс до сих пор считается богом войны. Эта историческая связь не случайна. И вот война богов – это противостояние практически нашей галактики против расширяющихся интересов объединенной цивилизации Солнечной системы. Какое оружие применяли боги на войне? Можно ли сравнить его с ядерным оружием? На том уровне развития, который очень динамично достигла цивилизация Марса и планеты Фаэтон, использовалось несколько типов оружия. Не в буквальном смысле ядерное оружие. Это те инструменты, память о которых сохранилась в древнеиндийских текстах. Этот инструмент называется Брамастра. То есть это некий шарообразный объект, который и на земле находили. Тексты сохранились. По сути дела, установки, которые участвовали в этой войне, сохранились на земле по сей день. И они рассредоточены на достаточно большом участке пространства в районе центральной части Сибири и севера Сибири. И вот этот инструмент накачивался очень мощным электромагнитным полем. Он, в нашем понимании, некими лучами не лазерными, но он наводился на объект. От метеорита, несущего опасные бактерии, до любого космического корабля. И когда происходил вот этот мощный взрыв, ну в буквальном смысле, наверное, в нашем понимании, это минимум 2,5 тысячи бомб, сбросенных на Сиросиму и Нагасаки. И вот этот взрыв, он и оставлял след, похожий на радиоактивный. Но помимо этого, было оружие гораздо более совершенное. То, что мы на сегодня знаем и называем психотронным оружием, когда оказывалось воздействие, скрытое, неявное, на огромные сегменты галактики. И вот эти вот кадуцеи, гаджеты богов, это тоже одна из родновидностей инструментов, которая позволяла контролировать цивилизации галактики усилием мысли. Это очень интересный инструмент, разговор о котором уже пора вести, но очень-очень осторожно для того, чтобы не простимулировать в наше время негативное развитие этих технологий. Что такое хамса, рука Фатимы или десница Божья, глаз на ладони? Значит ли это, что ладонями человек может сканировать пространство, что это божественный гаджет, вшитый в наше тело? То, что изображается на очень многих текстах разных цивилизаций, это глаз в центре ладони, это не вшитый гаджет, это по сути дела описание природного феномена. Вот эта часть ладоней, и правой, и левой, она энергетически соединена с самым, наверное, главным органом или системой в нашем организме, это гипоталама, гипофизарная система. Это то, что мы называем третий глаз. Одна половина мозга, другая половина мозга. Естественно, когда экстрасенс работает, он сканирует не руками, он сканирует мозгом. И когда кадуцеи в древности Бака или кадуцеи Гора брали в руки, таким образом оказывалось стимулирующее, включающее воздействие на гипоталамогипофизарную систему. Любопытно то, что через 30 лет изучения этого вопроса я пришел к однозначному выводу, и это не мое заключение в чистом виде. Это скорее я внутренне согласился с тем, что написано в древних текстах. А там написано напрямую, что вот эти гаджеты, кадуцеи Бака или кадуцеи Гора, они включают канал ШУ. Это такой энергетический столб, идущий от головы человека вверх, куда-то в космос. И древний египетский текст говорит прямо, что это был канал, через который мир богов выходил и общался с миром людей. Это любопытная абсолютная информация, работа над которой открывает поразительные перспективы, и в первую очередь в основе это как раз понимание, что вот этот удивительный инструмент, через который мы соединяемся с богом, имеет проекцию в центре наших ладоней. Расскажите, пожалуйста, о браслетах и локтевых кольцах на изображении шумерского бога Мордука и других божеств. Для чего служили эти гаджеты? Сразу хочу оговориться, что я проведу черту между тем, что я буду раскрывать, и что я не буду раскрывать по определенным этическим причинам. Смотрите, гаджеты, которые находятся на руках у шумерских богов, их называют часами, как угодно и так далее. Нет, у них было несколько назначений. В первую очередь, чисто на физическом плане, они одевались на пульсовую зону. И таким образом оказывалось воздействие на реологию крови, на текучесть крови, на ее свойства, на гормональную систему, на ритмы сердца, на пейсмейкерные... Это воздействие на клетки, которые стимулируют в человеке раскрытие определенных возможностей. Помимо этого, каждый из локтевых и кистевых гаджетов был выполнен из металлов, создающих разность потенциалов. Таким образом, мы как бы воздействуем на заряды правой и левой половин человеческого тела. Но регуляция этих двух составляющих, плюс-минус инь-янь-бака, это воздействие на скорость течения биологического времени. И вот когда эти два потока сгармонизированы, в человеке открывается канал прямого общения. Но здесь необходимо, чтобы мозговые структуры, гормональная система работала очень четко. И тогда было ими принято решение данную информацию, я говорю о тех, кто информацию принес на Землю, объяснить людям, как это работает. Почему объяснить? Потому что определенная часть человечества были, если хотите, их иноагентами. Они представляли на Земле их интересы. И поэтому те, кто передал людям эти знания, были заинтересованы не только в открытии способностей в людях. Они хотели объяснить и научить, что делать для того, чтобы энергетическая структура человека была в состоянии принять информационный поток. Как компьютер, на который приходит поток, цифр. И он его как бы декодирует. И затем на экране мы видим какую-то информацию. То же самое происходит с мозгом. Эта информация приходит на мозг. Но она должна как бы вывести, быть выведена на экран нашего сознания. Колоссальную роль в этом играет готовность эндокринной системы, гормональной системы. И когда они здесь показывали вот эти любопытные такие вот кольца, это то, что имело отношение к жреческой школе. Они поясняли, что если вот здесь вы разместите строго определенное устройство, там в определенных местах выставлены такие магнитики на каналы, они оказывают воздействие на канал кишечника, на клетки кульчицкого, которые связаны с нейронными структурами, с гормональной системой. То есть мы сталкиваемся с потрясающим уровнем знания того, как устроен организм человека, как он интегрирован в структуру мироздания, что я диву даюсь, но при этом еще раз хочу подчеркнуть, что есть определенные варианты использования, когда они дают доступ к сознанию и подсознанию человека. И вот это есть та самая составляющая великого знания, которое может быть использовано в корыстных целях. Вот тут я останавливаю этот рассказ и умываю руки. На мочках ушей у богов Будды часто изображают что-то вроде серег. Что это за гаджеты? Из каких материалов они были сделаны? Почему? В буквальном смысле, когда мы смотрим на изображения, на фигуры Будды, и не только, в том числе индуйских богов, мы видим, что их тела обвешаны всевозможными предметами роскоши. Но это не были предметы роскоши и статуса. Это были инструменты определенного воздействия на гормональную, на нейронную структуру человеческого мозга и так далее. Это были инструменты, связанные с необходимостью простимулировать работу мозга в строго определенном режиме. Наши с вами мочки, если мы посмотрим на форму уха, они, во-первых, напоминают форму плода в утробе матери, а сама мочка это голова. То есть, если мы с вами сюда подвесим строго определенный предмет, правая и левая половина головного мозга и строго определенных металлов, мы начинаем оказывать глубинное воздействие. Ведь не зря показано, что она напоминает форму плода. Это означает, что энергетически это место связано с вашим эмбриональным состоянием. Ведь память никуда не девается, матричные структуры, они развиваются, но они имеют древнейшую связь. И если вы начинаете понимать, что это такое, оказывать воздействие на эти зоны, вы таким образом влияете на эффективность работ нейронных структур. А это открывает фантастические возможности. Если кратко, почему так важен металл? Почему это разные сплавы? Почему это не что-то однородное? Во всех тех инструментах, древних гаджетах богов, с которыми так или иначе я сталкивался в своей работе, я тщательно изучал этот инструмент, из всех доступных источников пришел к однозначному выводу, что первое, что этот инструмент должен сделать, это создать разность потенциалов между правой, левой стороной, между головой и ногами, между передней частью тела и задней частью тела, но металлы, видите ли, современная металлотерапия и вообще наука о воздействии металлов на организм и энергосистему человека находятся в зачаточном состоянии. Но уже сегодня известно, что медь играет колоссальную роль в жизни человека. И не случайно тысячелетия назад первое, что сделали те, кого мы называем по текстам богами, когда они пришли сюда на землю, они дали людям знания о меди, о золоте, о серебре и о цинке. Это те материалы, которые являются гальванической парой, термопарой, но при этом ионы цинка и ионы меди оказывают на человека настолько фантастическое воздействие, что я только готовлю сейчас целую часть в книге посвященной металлотерапии и я убежден, что люди будут поражены тому эффекту, который эти металлы оказывают. Именно поэтому это были специфические металлы, не какие-нибудь там, так просто, а те, которые, во-первых, создают разность потенциалов, а потом оказывают глубинное, очень позитивное воздействие на нейронные и биологические структуры. Как работали специфические головные воры, короны-концентраторы на головах фараонов, богов и царей и пекторали на груди? Что касается таких любопытных, очень необычных гаджетов богов, которые, когда мы смотрим на изображение, они сразу бросаются в глаза и первая мысль, которая возникает, ничего себе, какая у фараона удивительная корона. Мы привыкли к каким-то таким простым, совершенным конструкциям, а тут верхняя часть с каким-то набалдарничком шаром наверху, потом какая-то нижняя часть. Всё не случайно. Всё связано с необходимостью оказать воздействие, специфическое, гармонизирующее воздействие на правую и левую половины головного мозга. Поэтому вот эта удивительная корона, назовём так, состоящая из двух частей, были выполнены точно так же из двух металлов. правая она была выполнена из сплава меди и золота, левая цинк и серебро. Они изготавливались таким образом, а если мы с вами вспомним о голове Нефертити, посмотрите внимательно, есть очень интересное изображение, где чётко видно, вот здесь такая отсечка, такая полоска идёт. А что это означает? Никто не задумывался, а мне как исследователю было ясно. Они сделали слепок головы Нефертити для того, чтобы по этому слепку отстучать вот эту корону. Потому что определённые части этой короны должны быть прижаты плотненько к вискам, к заушной части, к третьему, проекты третьего глаза, вот там. То есть всё должно быть выполнено идеально. А затем в верхней части этой короны, там где такой как бы шарик, туда помещался особый кристалл, настроенный строго определённым образом, о чём рассказывают тексты о боге Тотте, о неком резонаторе или инструменте для настройки этих кристаллов. Сохранились древние тексты, которые указывают чёткие параметры данных кристаллов. И вот когда вся эта система одевалась на голову, правая и левая сторона сразу начинали взаимодействовать, появлялся разность потенциалов, которая попадала на кристалл, происходило возбуждение кристаллической структуры кристалла, и тогда вот этот столб, идущий от головы человека, в славянской традиции мы его называем Ра, а в египетской он назывался Шу. И вот в этот момент, во-первых, сам по себе кристалл, он как бы усиливает, он как фильтр выделяет строго определенный диапазон частот, а медь и цинк, золото и серебро как бы приводят мозг в гармонизированное состояние, и тогда вот это приемо-передающая антенна начинает очень хорошо трансформировать информационный сигнал в изображение в понимание не случайно на этой короне ключ с помощью которого корона закрывалась он как бы в форме змеи или двух змей это символ мудрости то есть кто-то подходил к фараону задавал вопрос фараон на него смотрит и читает мысли он знает кто с ним о чем собственный разговор это гаджеты потрясающие во-первых конструкции потрясающих идей и знания как устроен человек но этот гаджет должен работать в гармонии с телом поэтому он размещался гаджет и вся система этих гаджетов на голове затем вот здесь на груди основная точка это как раз вилочковая железа ответственная за иммунную систему я думаю нет смысла продолжать в этом направлении иммунная система это ключевой орган здесь эндокринной системы таким образом когда мы смотрим с вами на фигуру фараона на его изображение или любого другого индуистского бога или Будды и вы видите все эти украшения помните это не предметы статуса это инструмент для глубинного воздействия на гормональную систему на нейронные структуры с целью подключить человека к информации космоса жезлы ликадуции гора или жезлы фараона цилиндра ра что это за инструмент откуда он появился как его использовали в древние века можно ли сегодня адаптировать такие предметы частично уже отвечали на то что не отвечают по прошу отрицать инструменты которые держат древние египетские жрецы и фараоны назывались кадуцеи ба ка и это инструмент который использовался с одной стороны для стимуляции эндокринной системы гипоталамо-гипофизарной системы для создания разности потенциалов но это только то что запускает целый цепь процессов в организме дальше начинается синхронизация энергосистемы человека с вибрациями земли дальше идет воздействие стимулирующее на позвоночный столб человека а позвоночник это и есть вот это самое передающие приемы передающие антенна то есть инструмент то что мы называем гаджеты бака или кадуцеи бака их основная функция вот в этой системе это стимуляция гипоталама-гипофизарной системы это стимуляция проекции гипоталама-гипофизарной системы на ладонях но при этом всегда и однозначно параллельно и одномоментно использовались специальные стельки с медно-цинковыми вкладышами потому что они стимулировали первую чакру и получалось интересно что первая чакра минус гаджеты богов они же кадуцеи бака или кадуцеи гора они стимулируют шестую седьмую плюс-минус появляется разность потенциалов и сразу же появляется ток по позвоночнику и вот это и есть тот самый запускной механизм вот этот стартер с которого начинаются великие преображения в организме человека кратко откуда появились вот эти кадуцеи и можно ли адаптировать сегодня эти предметы в жизни можно ли использовать гаджеты богов в наши дни через через более чем 33 года исследований в области изучения гаджетов богов и в частности кадуцеев бака стелек с медно-цинковыми вкладышами я могу сделать однозначный вывод что инструмент был дан людям представителями цивилизации несоизмеримо более высокого уровня развития но это не был дальний космос это были представители цивилизации Марса и что важно в этой связи их генетика от нашей ничем не отличалась более того самый удивительный аспект о котором я буду говорить в своих книгах и о котором есть смысл начать и он имеет отношение к идее а зачем этот инструмент дали и вот здесь я обозначу две основных задачи которые решались с помощью этого инструмента итак первая задача это стимуляция энергетической нервной эндокринной кровеносной системы для того чтобы создать условия контакта когда человек становится неким передающим звеном приемы передающей антенной что необходимо для того чтобы человек корректно работал в пирамиде общался с богами получал информацию и ее интерпретировал верно но помимо этого оказывается у этого инструмента есть еще очень важное назначение он был дан и использовался как инструмент от очищения энергосистемы человека подсознание особенно второго энергетического плана того что мы называем астральным телом от энергии люцифера от энергии люция и вот этот аспект он является пожалуй ключевым но об этом надо вести совершенно отдельный разговор об этом я буду рассказывать в своих книгах и на своем курсе кстати говоря который я веду по этому поводу почему на всех эгитах изображена голова горгоны медузы голову медузы размещали на греческих и римских щитах доцепых мозаиках статуи это даже монета горгоны насели на груди римские императоры и регионеры и даже греческие боги эгита с горгоной была на шлеме Александра Македонского и на груди Контия Пилата что-то не стыкуется возникает вопрос что не так в мифах про горгон в течение многих веков ей поклонялись и защищались одним только ее ликом так может быть горгону оболгали и она не так уж плоха как мы знаем из мифов легенд этому вопросу я также посвятил несколько десятков лет исследования если отбросить в сторону все те наложения которые естественно имели бы за длительный исторический период с того времени когда информация человечества была дана и тот период в течение которого по определенным причинам эта информация была искажена то я попробую объяснить вам что стоит за мифом о горгоне сразу хочу предупредить это что-то выпадающее вообще за пределы возможного допустимого я сам когда столкнулся с пониманием осознал о чем идет речь не сразу начал даже на эту тему говорить с какими-то близкими мне людьми и так далее и так к сути вопроса оказывается в энергосистеме земли которую мы должны рассматривать с позиции принципа антропоподобия есть некий назовем так орган который собирает негативную информацию негативные энергии это если хотите механизм очистки планетарной от этих энергий и затем трансформация энергии вывод этих энергий но это совершенно другая история так вот это нечто как оказалось физическая структура физическая более того она живая более того она внешне напоминает медузу но эта медуза она гигантских размеров несоизмерима она больше любого корабля то есть это колоссальная гигантская структура и единственное что позволяет этой структуре на сегодня существовать как бы вне понимания человечества это то что она находится в определенном месте чуть севернее центра Тихого океана где кораблей нету там никого не бывает и в свое время я эту эту историю подтверждение этой истории услышал из уст одного из космонавтов который рассказал что он видел эту структуру по его просьбе я не буду называть имя этого человека но он рассказал что он увидел однажды как вот в этой зоне Тихого океана вдруг на ровной поверхности появляются две волны они они начинают движение по отношению друг к другу поэтому это очень высокие объекты затем они как бы схлопываются и затем в этом месте со дна поднимается какая-то гигантская круглая структура гигантская он естественно не мог объяснить что это такое но у меня с годами возникло вот это четкое понимание безусловно есть дополнительные основания у меня лично для того чтобы дать утвердительный ответ это и есть то самое что кроется за медузой горгоной но все-таки очень кратко попрошу почему медузу горгону изображали на щитах на шлемах мифов она считается очень негативным персонажем вот как вот это несостыковка получается напротив с одной стороны медуза горгона это то что защищает землю от негативных энергий щит это понятно но так сложилось вообще-то в культуре нашей цивилизации что все доброе всегда сначала оболгано облита грязью и вот смотрите на эти ситуации с этой точки зрения тогда вы сможете вывести из всей этой истории правильный ответ почему крупнейший город бронзового века Махеджедара называют Хиросимой древнего мира о чем говорят оплавленные останки древних городов можно ли предположить что это последствия другой войны когда боги подчиняли себе людей все что случилось в Махеджедара произошло значительно позже окончания войны богов значительно позже на самом деле на земле находится очень-очень давно построенная установка которая отклоняет метеориты и астероиды несущие опасные бактерии и эта установка она как правило уничтожает объекты идущие по строго определенной траектории как бы с юга востока на северо запад и это был тот самый момент когда очередной метеорит он шел по этой траектории и он проходил как раз на Махеджедарах и там появился я называю этот объект терминатор древнеиндийский текст называют его Брамастро это шарообразный объект накачанный мощной электромагнитной энергией и когда этот метеорит уже вышел в то положение когда нужно было его уничтожить этот инструмент он столкнулся с метеоритом произошел взрыв колоссальной силы колоссального энерговыделения что и привело к гибели всех людей вокруг но видите ли ситуация с одной стороны установка спасла планету земля но пришлось принести жертву но все-таки боги когда-либо хотели починить себе или починить себе людей или все-таки мы для богов это дети или мы для богов это рабы что касается отношения богов к людям оно никогда не было отношением богов к рабам или так далее нет где-то около 20 тысяч лет назад перед тем как земля должна была и вошла в метеоритный поток что привело в свое время к великой катастрофе солнечной системе те кто жил на марсе и на планете фаэтон она же тиамат они рассматривали землю как возможную планету для переселения на нее в силу того что они были неуверены что им удастся спасти свои планеты и действительно мы видим что марс по сути дела с убитой экоструктурой вместо планеты фаэтон пояс астероидов то есть планеты пережили мощнейшую трагедию и древний текст говорит прямо что 18714 лет назад между Юпитером и Сатурном в солнечную систему была заведена новая планета шумерский текст называют ее мордук эту планету сначала подвели к планете тиамат и совершили эвакуацию всего живого каждой твари по паре на эту планету а это был момент когда мы уже проходили солнечную систему через метеоритный поток это очень важная деталь они буквально за мгновение до того как погибла планета фаэтон транспортировали все что только нужно часть инфраструктуры затем они подвели эту планету мордук к планете марс то же самое эвакуировали и живые формы жизни и растительность часть инфраструктуры а затем заводят на третью орбиту земли на нашу же орбиту только за солнце поэтому мы планету не видим но скоро мы увидим но древние тексты говорят об этом прямо в той ситуации которая сложилась боги никогда не рассматривали землян как рабов они же начали людям передавать знания они начали готовить население земли к возможному переселению потому что космический закон предусматривает строго уважительные отношения и любое утверждение что боги некоторые относились к землянам плохо это не имеет к реальности никакого отношения другое дело что богам назовем их так они не были богами но тексты которые были переведены историками египтологами шумерологами шумерологи не могли назвать их как вот люди обладающие определенными божественными способностями хотя тексты говорят прямо они не называют их богами это люди так вот подачи шумерологов мы называем их богами но это были люди это были представители очень высоко развитой цивилизации которые не дали возможность на землю полностью переселиться ну и они оказались за солнцем и теперь мы соседствуем Валерий Михайлович столб джед неразгаданная тайна египтологии почему этот гаджет называется позвоночник осилиса я не считаю что все что имеет отношение к джеду к этому удивительному объекту это неразгаданная тайна тем более что древнеегипетский текст прямо называет джед позвоночником осилиса это те самые тексты имеющие отношение к греческой школе которые объясняли неофитам что важнейшим элементом в энергетической и физической структуре человека через который осуществляется общение с богами это позвоночный столб и именно поэтому мы находим огромное количество текстов восхваляющих поклоняющихся вот этому позвоночнику это говорит только о том что и мы современные люди должны на это обратить внимание на свой позвоночник и тогда наша способность и наше здоровье начнет нас удивлять почему именно позвоночник осилиса крака осилис это бог древнеегипетской традиции который олицетворял человека со способностью ментально общаться с богами то есть в тот момент когда земля и солнечная система утратила возможность прямого контакта с внешним открытым космосом он стал олицетворением вот этой возможности вот этого переходного звена и поэтому осилис способность человека к общению с богами была воплощена вот в эту фигуру и в самый главный предмет в позвоночник вот это нужно понять это нужно изучить я этому посвятил много лет и здесь кроется ответ что такое джек почему он завязан на осилиса кто такой осилис и вообще что мы должны делать для того чтобы освободиться следующий вопрос зачитаю частично вы уже тоже на него ответили если есть что добавить будет здорово какую роль в организме человека играют позвоночник энергетические центр вилочковая железа эпифис что произойдет если человек вот в этом суть вопроса что произойдет если человек осознанно синхронизирует работу всех этих органов станем ли мы гаджетом тем самым гаджетом вагог человек устроен удивительно сложно и одно из важнейших открытий которые я в своем и сделал это открытие о том что каждая энергетическая структура имеет проекцию в физическом теле это органы эндокринной системы и древний текст прямо говорит о том что если мы хотим слышать Бога стать частью мироздания то первое что мы должны сделать мы должны синхронизировать наши энергетические оболочки то есть привести в порядок органы эндокринной системы а у нас их семь так вот уже на уровне пяти органов эндокринной системы пятый орган эндокринной системы он олицетворялся Богом Осирисом пирамиды строились семиступенчатые не случайно все это имеет отношение к созданию резонаторов пирамид храмов кадуцеев гора или бока с одной единственной целью простимулировать вот эти эндокринные органы эти семь оболочек ведь каждая оболочка это если хотите внедренная в человека в нашу физическую структуру энергетическая сеть создателя он входит в нас через эти органы он контролирует процессы протекающие в организме человека мы удивительно сложно устроены и изучение по теме гаджеты богов как раз и открывает понимание реальности мира устройства с помощью каких инструментов каких гаджетов мы становимся подобны богам скипетр уас и анг или египетский крест можно ли предположить что это изображение одного и того же гаджета просто в разных рабочих состояниях ни в коем случае из указанных например посохов уас например это символ мудрости божественной знания божественного но анг это совсем другая история анг это символ который несет идею целой концепции в чем смысл если в форме анха построить сооружение а древние церкви христианские православные строились как раз с апсидами на анхе то происходит удивительная вещь смотрите первое в самом круге в центре его появляется поток который соединяет энергосистему человека с высшими энергетическими структурами но внутри начинается как бы выведение из энергосистемы человека негативных энергий разной природы а затем по длинному концу анха эти энергии выбрасываются в природу и трансформируются поэтому именно поэтому анх во всех древних текстах фигурирует как инструмент который из людей сделал богами то есть богов сделал богами почему не стали боги там божественные они вывели из себя вот эти негативные энергии а с помощью чего они везде на всех изображениях показывают они держат в руках на локтевом суставе анх они объясняют анх это ключ это не просто ключ к жизни это ключ ко всему и вот эти вот посохи и анхи нельзя путать поняла скидывали вам фотографии есть на фотографии столбы на ретро фотографии у людей с голов столбы у Шивы ой точнее у Будды тоже огонь и стол что это за потоки энергии можно ли их активировать вообще почему вот такие есть изображения действительно человек устроен таким образом что несмотря на то что он представляет из себя фокусную точку преломления энергетических потоков в этой фокусной зоне происходит формирование физических структур они не формируются случайно они все сформированы за счет определенных энергетических матриц но у этой системы должен быть канал общения с тем кто создал все это с тем кого мы называем создатель или бог и вот канал идущий из головы человека а мы тоже фотографировали его нам удалось это сделать это и есть тот самый канал ШУ который соединяет мир богов с миром людей и состояние этого канала его качество его проводимость зависит от состояния позвоночного столба отсюда и вся история про магический джет поэтому человечество должно об этом помнить удерживать твой позвоночник в идеальном состоянии и вот тогда наша жизнь приобретает совсем иное качество есть такое утверждение что церн харп как раз поменяют аккумуляторы я зачитаю церн харп антенны излучатели технические приспособления созданы чтобы препятствовать раскрепощению человеческого сознания возвращение человека к своей божественной природе сегодня мы не мыслим себя без интернета без сотовой связи наши гаджеты запаролены на хозяйку чтобы активировать их требуется код отпечаток пальца или лицо нас самих превращают биологические гаджеты дошло до того что мы не можем без технологических новинок и шаг уступить но те же самые если не большие возможности изначально вшиты в организме человека и их можно активировать вопрос в чем могут ли вот эти технологические новинки вот эти технологические возможности которые присущи нам нам сейчас блокировать нашу биологическую силу может мы вот из-за того что мы сменили вектор внимания может мы теряем вот это вот силу своего я силу своей энергии наша цивилизация активно развивается и последние более чем сто лет мы очень хорошо чувствую видим что в нашей жизни появляются новые инструменты новые приборы новые возможности так было всегда так было во все периоды развития и эволюции других солнечных систем и вообще галактик и вообще вселенной вопрос только в том в каких целях мы в конечном итоге будем использовать эти наши наработки любое научное открытие это важно любое научное открытие можно использовать с пользой для цивилизации как и наоборот знания о гаджетах богов которые открывают перед человеком перед человечеством колоссальные во многом неограниченные возможности можно использовать в корыстных целях и это наш выбор нельзя рассматривать ситуацию сегодняшнюю научную спать и для того что все что мы создаем это в корыстных целях это для того чтобы нас закрепостить в первую очередь это эволюционное развитие это информация это очень важный объем знания который никогда и никуда не девается он становится частью ноосферы ноосфера она сама развивается через ноосферу развивается планета земля ее сознание взаимодействие сознания земли с сознанием человечества формирует шамбалу и вот наша с вами эволюция она зависит от уровня развития ноосферы и шамбалы и вот об этом нужно всегда помнить надо рассматривать любой шаг как позитивный но помня что любое открытие может быть использовано в негативных целях но это уже вопрос нравственности и этики и он остается для каждого из нас это наш выбор но все-таки если бы не было вот таких вот такого технологического прогресса могли ли мы больше раскрыть свой потенциал внутренний могли ли бы мы там видеть прошлое будущее если бы мы концентрировались не на внешнюю составляющую а на внутреннюю составляющую это связано с перекосом безусловно в идеале когда внутренняя духовная работа она определенным образом синхронизирована она коррелирует с научным открытием да наша цивилизация имеет одно важное свойство это свойство связано с тем что любое открытие научное открытие в физическом мире так или иначе оно почему-то используется в первую очередь в военных в корыстных целях поэтому наша жизнь она к сожалению уже наблюдается как определенный деградационный процесс но это не связано с наукой как таковой это связано с тем как мы используем это знание и вот если мы это признаем и осознаем тогда все поменяется и то что мы на сегодня с вами считаем негативом даст позитивный результат и я сам как исследователь если бы я не имел доступа к этим результатам исследования и в медицине и в физике и в металлургии и во многом другом я бы не понял что стоит за гаджетами богов это все взаимосвязано важно то что и для чего мы делаем в этом ключе что то то Продолжение следует...